Салам алейкум. Сегодня кубковая игра, которая определяла позиции, какие могут занять команды в группе. Тот факт, наверное, что мы уже вышли, наверное, все-таки сказался на игре нашей команды. Провели невыразительную игру, откровенно. Не хватало скорости, не хватало концентрации. Да и по большому счету настроя особого не видно было. Хочу поздравить команду «Олимпик». Они боролись за выход, показали хорошую игру. В целом, конечно, это, наверное, вопросы психологии. Я думаю, что с этим связано. Плюс намечается небольшой, скажем так, перерыв перед играми сборной. Наверное, это все сказалось. Но это, как бы то ни было, это не красит нашу команду. Я думаю, что есть определенная ответственность перед нашими болельщиками. И в каждой игре мы должны выкладываться и показывать качественный футбол. Матчи в Ташкенте, они самых тяжелых для нас похожи. Как вы считаете, с чем это связано? Не все матчи. Не все, скажу так. Давайте сегодня уберем. Все-таки кубковая игра имеет свою подоплеку. Здесь турнирная таблица, наверное. Скорее всего, я так думаю, психология этого сыграла. В целом, трудно сказать. Мы в тех, допустим, проигранных играх, не хочу, не могу сказать, что они были полностью провалены в играх чемпионата. Ну, как минимум, на ничью мы наиграли, скажем так. Но сегодня мне нечего отметить. Откровенно, игра была отвратительная в нашем исполнении. Как ментально повлияет это поражение на команду? Во-первых, мы дали сыграть футболистам, которые не выходили в старте. Это еще раз, как бы, пища для размышлений. Как бы то ни было, чтобы бороться за высокие места, наверное, должна быть конкурентная скамейка. И качество футболистов, которые выходят на поле, должно быть в определенной степени конкурентным. Ну, мы, к сожалению, сегодня увидели, что мы имеем состав, а все, что рядом, ну, пока еще в силу того, что не набрали форму или, я не знаю, ну, есть определенные причины. Со всех сторон этот матч, я думаю, будет полезен. Здесь глубокий анализ обязательно мы сделаем. И плюс ошибки разберем. И, наверное, все-таки тот вопрос, когда я говорю об оптимизации состава, он у нас был. Но сегодня, ввиду нашего выхода в следующий этап, мы произвели определенные ротации. К сожалению, пока те, кто выходил в первом тайме, не показали должного урока. Означает это то, что перед своим другом вы будете управлять состав? Время покажет. Сегодня пока у нас, в принципе, все удовлетворяет. И потом есть определенные возможности клуба. Есть у нас оптимальный такой бюджет, который мы не можем, как говорится, распыляться. Но в то же время будем думать. Есть вопрос такой, что определенные футболисты не имеют практику. Например, качественные футболисты. Возможно, из-за неимения практики они потеряли ту уверенность. Возможно, пойдем где-то на компромиссе, чтобы кого-то отдать в аренду или какие-то другие моменты, связанные с практикой и взаимоотношением. В принципе, у нас все качественные футболисты. За исключением того, что не всем можем дать практику. Ввиду того, что результат. Все время давляет результат. По усилению, по всем остальным вопросам еще есть месяц. Будем думать. Продолжение следует... Скажу так, это не было системно. В конце игры, да, действительно затягивали. Скажу больше, это не система, которую как философию внедряет тренерский штаб. Я думаю, это просто были такие хитрости футбольные именно в концовке матча.